Вы пытаетесь что-то изменить своими усилиями вместо молитвы? Нам нужно получить откровение и уметь различать плоды. Если ваши усилия производят гнилые плоды, оставьте это. Скажите Богу, с меня хватит? Я буду делать то, что подобает верующему, и наблюдать за работой Бога. Далее в программе «Жизнь полная радости». Спасибо, что смотрите программу «Жизнь полная радости». Мы говорим о том, что невозможное человеку возможно Богу. Например, мы не можем изменить себя, но Бог может. Конечно, мы можем дисциплинировать себя и что-то изменить в своем поведении, но только Бог может изменить наше сердце. Возможно, вы разочарованы из-за попыток изменить себя, и кажется, чем больше вы стараетесь, тем хуже ведете себя. Уверена, сегодня вы найдете ответы, которые ободрят вас. Бог благословений. Мы преображаемся в Его образ и слава в славу. Мы не сможем измениться без слова. В Аква 4 сказано, почему мы все время расстраиваемся. Откуда у вас вражды? Первый стих. Почему между нами возникают ссоры? Почему мы так часто расстраиваемся? Почему, когда я спрашиваю, кому из вас тяжело? Кто из вас разочарован? Кто из вас все время в замешательстве? Можно спросить на любом собрании в любом городе, наши телезрители и многие из них. Те, кто слушает наши кассеты. Почему? Почему? Сейчас мы узнаем, почему. Почему? Вот в чем проблема. Завидуете тому, что есть у других. Вы видите то, что хотите иметь, но не знаете, как получить это. Вы не удовлетворены и начинаете завидовать другим, ненавидеть их, но это все равно, что убийство. Вас едает зависть и злость. Вы не можете получить то, что хотите. Вы недовольны и несчастны. Враждуете и воюете. И вот ответ. Не имеете, потому что не просите. Сколько проблем мы пытаемся решить, и я не преувеличиваю, о которых мы даже не молимся? Осталось только помолиться. Мы все испробовали. Люди говорят это постоянно. Осталось только молиться. Разве не глупо? Это все равно, что сказать. За последние полгода мы чуть не угробили себя. Пожалуй, помолимся. Нужно приучить себя молиться обо всем. Молиться обо всем, молиться обо всем. Молиться неустанно, молиться весь день. Что-то произошло? Молитесь. Видите нужду? Молитесь. У вас нужда? Молитесь. Вы расстроены? Молитесь. Не ждите, пока вы впадете в депрессию на три дня, и потребуется вагон христиан, чтобы вытащить вас оттуда. Когда вам потребуется, чтобы кто-то прогонял ради вас бесов, как только вы почувствуете, что под ногами зыбка, скажите, «Нет, дьявол, ты не сделаешь этого со мной. Я больше не буду жить депрессии и разочарований. У меня есть власть над тобой». Если вы склонны сплетничать и знаете, что будете с людьми, с кем у вас уже был опыт общения, и вам трудно не сплетничать с ними, особенно если это те, кто любит распускать сплетни, вам нужно помолиться. «Господь, ты знаешь, куда я иду. Мне нужна твоя помощь. Помоги мне, Господь. Помоги мне научиться держать язык за зубами». Молитесь, 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 молитесь. Нам нужно знать, что мы можем, а что нет. Нам нужно делать то, что угодно Богу, и держаться подальше от всего остального. Например, я могу извиниться, если кого-то обидело, и я должна сделать это. Если я могу приходить вовремя на работу, я должна делать это. Если я не могу улучшить себя или жить без ошибок, и это я должна отдать Богу. Я не могу заставить всех делать то, что я хочу, и это я должна предоставить Богу. Я не могу сделать так, чтобы светило солнце, и это я должна предоставить Богу. Мы должны исполнять свою роль и не беспокоиться, делать все, что мы должны делать, и не заботиться об остальном. Если мы делаем то, что в наших силах, Бог сделает остальное. Главное — узнать, в чем наша роль, а в чем Божья. Наша задача, в основном, доверять Богу, исповедовать Божье Слово. Я постоянно говорю об исповедании Божьего Слова, и я буду говорить об этом еще больше, потому что в Библии сказано, что из уст Иисуса выходил острый с обеих сторон меч. Исповедуйте Слово. У кого Мое Слово, тот пусть говорит Слово Мое верно. Откройте рот и возразите дьяволу. Когда дьявол говорит, что вы ни на что не годны, скажите, ты лжец, я Божья праведность во Христе. Когда дьявол говорит, у тебя нет будущего, скажите, ошибаешься, это у тебя нет будущего. Понимаете, у вас есть будущее, а у него нет. Он будет закован в огненном озере навечно. Это у него нет будущего, и тем не менее, он все время говорит, у тебя нет будущего. Вы не представляете, что может произойти, если вы время от времени будете возражать дьяволу. Он замолчит и оставит вас. Изучайте Слово, чтобы исповедовать Его. Изучайте Слово, чтобы говорить Его. Изучайте Слово, чтобы молиться по Слову. У вас есть работа – верить, молиться, исповедовать Слово и наблюдать за работой Бога. Невозможно людям, возможно Богу. Я думала о том, что раньше сводило меня с ума. И как все изменилось. У кого из вас есть дети, которые вас беспокоят? Знаете почему? Если вы будете молиться и хорошо говорить о них, не говорите о них правду. Говорите о них то, кем они могут стать с помощью Бога. Вы хотите делать то, что будет сплодотворным и результативным? Нам нужно получить откровение и уметь различать плоды. Если ваши дела производят гнилые плоды, перестаньте делать их. Если вы тратите много усилий, и это только расстраивает вас, не делайте это. Скажите Богу, «Я больше не буду это делать. Я начну делать то, что подобает верующему, и наблюдать за твоей работой». Зайдите к себе в комнату, где вы будете одни, и скажите, «Мои дети служат Богу. Они любят Бога всем сердцем. Они молятся, они ищут Бога. У всех моих детей будут исполнены духом супруги. Они воспитают исполненных духом детей. Они любят учиться и молиться. Я оставлю своим детям наследство. Мои дети заставят меня гордиться ими. Все мои дети будут задействованы Богом. Не проходит и дня, не проходит и дня в моей жизни, чтобы я не сказала, что все мои дети исполнят Божьи призвания в своей жизни. Что бы то ни было, каждый из них исполнит то, что Бог предназначил для них». Я говорю то, что я делаю, и это действует в моей жизни. Божье Слово действует. Когда вы говорите Слово, в Слове есть сила. И когда вы говорите его с верой, оно загоняет дьявола обратно в дыру, из которой он вылез. Если двое из вас согласятся, вы можете соглашаться с дьяволом, а можете со Святым Духом. Аминь. Дух Святой здесь на земле. Дьявол здесь на земле. Главным образом, здесь речь идет о людях, живущих в согласии. Но знаете, как часто мы соглашаемся с дьяволом? Дьявол говорит, «Знаешь, твои дети станут наркоманами, и вы говорите, «Боюсь, мои дети станут наркоманами». Разве не это мы фактически делаем? Скажите, «Нет, мои дети не станут наркоманами». Ангелы охраняют их. Я молюсь за них, и Бог верен, и я не замолчу, пока не увижу победу в их жизни. Я буду молиться, и молиться, и молиться, и молиться. Я глядываюсь назад. У одного из наших ведущих лидеров, ему 37 лет, появился кровяной сгусток на шее. На прошлой неделе у него случился приступ. Он был в очень тяжелом состоянии. Ему сразу сказали, «Он не выживет». Но мы не ходили и не говорили, «Он не выживет». Мы говорили, «Все возможно Богу, и Божья исцеляющая сила действует в Нем, и мы будем единодушно верить в это». Нет ничего плохого в том, чтобы быть позитивным в негативной ситуации. Вы не навредите себе, если будете позитивны. Но разве не нужно быть реалистом? Да, есть факты, но есть и истина. Божье Слово — это истина, и она может аннулировать факты. Конечно, не все получают исцеление. И хотя мы все говорим правильно, человек не получает исцеление. Но нам не обязательно знать ответы на все вопросы. Все, что нужно, это делать то, что мы знаем, и делать это, и делать, и исполнять свою роль, и положиться на Бога. Аминь. Мы молились, говорили позитивно, и просили о молитве. Вчера мы были в больнице, и его жена сказала, сегодня врач сказала, что он полностью выздоровеет. Возможно, потребуется год, но он восстановится. Все возможно Богу. Все, кто не умеет молиться, и говорить позитивно, могли буквально приговорить его к смерти. Я не обвиняю людей каждый раз, когда что-то идет не так, но важно понять, что Бог позитивен. У Авраама не было причины для надежды, но он надеется с верой. Нам даже не нужен повод для надежд, если у нас есть Бог. Мы можем надеяться с верой, наша задача верить. Я не знаю, когда именно это произойдет, но Иисус сказал, «Когда я вернусь, кого я найду верующим?» Это все, за что мы ответственны. Наша задача — верить Богу, а Его задача — совершать. Если Бог по какой-то причине чего-то не делает, я все равно буду верить, потому что именно это Он поручил мне. Аминь. Посмотрите на мою дочь Лору. Когда Лора была подростком, она была самым неряшливым ребенком на свете. У нее было больше одежды под кроватью и на дверичьем шкафу. А я была мисс Чистюля. Мы постоянно спорили. Я все время отчитывала ее. Я заходила к ней в комнату и говорила, «Уберись!» Она смотрела вокруг, «А что не так?» На телефоне. «А что не так?» «Положи трубку и уберись в комнате!» «А что не так?» Она приносила табель успеваемости. «Тройки». «У тебя были двойки?» «Нет, только тройки и четверки». Она ненавидела школу. Все, что она хотела, это выйти замуж и завести детей. Ей так надоело, что я ругалась на нее из-за беспорядка, что когда она вышла замуж, шесть месяцев, она почти не навещала меня. Шесть месяцев она не ходила в церковь, не убиралась дома. Она оставляла грязную посуду, пока она не покрывалась плесенью. Она так долго не мыла посуду, что серебро начинало ржаветь. Однажды мы с ней куда-то ходили, и мне нужно было в туалет. Мы были рядом с ее домом, и я сказала, «Давай зайдем к тебе, мне нужно в туалет». Она сказала, «Ты ко мне не зайдешь». «Бора, мне очень нужно в туалет». «Мама, ты ко мне не зайдешь». «Я поеду быстро, привезу тебя домой, но ты не зайдешь ко мне». Но через шесть месяцев она посмотрела вокруг и решила, «Я не хочу жить в таком беспорядке». И раз это моя ответственность теперь, если я не хочу так жить, мне лучше убраться. Если я хочу быть в мире с Богом, мне лучше пойти в церковь. Мне лучше делать это и делать то. И знаете, что теперь смешно. Девочка, которая чуть не свела меня с ума. Мы говорим о делах плоти. Я пыталась изменить ее. Вот что я говорила. Если ты думаешь, что будешь жить в моем доме... Знакомо, да? Если ты думаешь, что будешь жить в моем доме и вести себя так, ты ошибаешься. Потом я говорила Дэйву, «Дэйв, сделай что-нибудь! Повлияй на нее!» Это было бесполезно. Никакого толка. Она убиралась в комнате, пока я кричала и вопила. И две недели спустя все по-прежнему. Вот в чем проблема. Люди не могут изнутри изменить сердце другого. Мы можем только устанавливать правила. Да, мы можем заставить их исполнять, но я никогда не молилась, чтобы она изменилась. Я никогда не молилась об этом. Я пыталась сама изменить ее. Я не молилась за нее. Вы не спите сегодня? Я не молилась за нее. Я! Невозможное человеком возможно Богу. Но сначала это должно быть невозможно для вас. Когда мы понимаем, что для нас это невозможно, мы начинаем молиться. Одна из причин, почему мы не молимся, в том, что мы думаем сами справиться. Пока мы не получим откровение, что для нас это невозможно, и мы не будем зря расстраиваться, но поступим как верующие. Будем изучать Слово, молиться по Слову, доверять Слову, говорить Слово и наблюдать за работой Бога. Пока мы не научимся этому, мы постоянно будем расстраиваться и разочаровываться. Знаете, что теперь самое смешное? Вы готовы посмеяться? Знаете, что она делает теперь? Во-первых, у нее четверо детей, уютный дом и муж. Ее работа в том, чтобы заботиться обо мне. Она помогает организовать мой день. Вот это перемена. Ну как, есть у Бога чувство юмора или нет? Если бы мне кто-то сказал, когда ей было 15, что она будет помогать организовывать мою жизнь, я бы каталась по полу от смеха. Или наш младший сын, Дэнни. И я думала, он сведет меня с ума, когда я пыталась воспитывать его. Он ненавидел школу. Его интересовало только веселье и развлечение. Куда мы пойдем? Что мы будем есть? Что на обед? Во всем он видел. У-у-у! Когда я ставила его в угол, вскоре он начинал играть с цветами на стене. Я заставляла его подметать крыльцо и вскоре замечала, что он танцует с метлой. А я хотел, чтобы он работал. Я хотел, чтобы он работал. Чтобы он был серьезным. Ходил в школу и хорошо учился. Он ходил в христианскую школу, там были очень строгие правила. И вскоре начались неприятности. Каждый вечер он приходил со списком замечаний за неуспеваемость и поведение. Его оставляли после занятий. Его учительница пыталась быть милой. Ваш сын слишком общительный. Другими словами, как сказал один пастор в церкви, у него рот не закрывается. Я дала его в среднюю школу, не помогло. Назад в христианскую школу, не помогло. Снова в среднюю школу, не помогло. Наконец, наняла репетитора и посадила его в подвал, где он был весь день под присмотром. И наконец... он окончил 12 класс. Я сказала, пожалуйста, не иди в колледж. Что угодно, только не в колледж, пожалуйста. Я была так счастлива, когда он окончил школу. Но потом я все время думала, что он будет делать в жизни. Что он будет делать? Мне придется кормить его всю жизнь. Возможно, он никогда не уйдет из дома. Что он будет делать? У кого-нибудь есть такие дети? Вы думаете, кто из тебя вырастет? Ты сможешь оплачивать счета? Что ты будешь делать? Знаете, чем он занимается сейчас? Вы готовы услышать? Он исполнительный директор служения. Он руководит служением. Говорит, что мне делать каждый день. Дает мне расписание, когда я куда-то еду. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Объяви это, сделай то. Сделай это, сделай то. И у него хорошо получается. Невозможное человеком возможно Богу. Аминь. Ваши дети не безнадежны. У вашего брака есть надежда. Со старшим сыном я не могла быть в одной комнате дольше пяти секунд. Я не знала, что с ним было не так, и годы спустя я поняла, что он был таким же, как я. Не делайте вид, что вам нравятся все ваши дети. Вы любите их, но они вам не нравятся. Да-да. Мы ходили кругами. Если я готовила курицу, он хотел спагетти. Если я готовила спагетти, он хотел курицу. Что бы я ни делала. Теперь он во главе всех международных миссий и восьми офисов. Несет большую ответственность. Бог могущественно задействует его. И я... В сегодняшнем мире так много людей чувствуют себя отверженными. Кто-то несет эту боль через всю жизнь, кто-то несколько лет, а кого-то отвергли только вчера. Но последствия одинаковы. Страдания, депрессия, болезни, крах взаимоотношений. Всемогущий Бог любит вас настолько сильно, что прямо сегодня готов освободить вас от чувства отверженности и любых его последствий и вернуть вас к жизни. Мы приготовили для вас книгу Джойс Майер «Отвержение. Причины и следствия». Сообщите нам о своем желании получить эту книгу, и мы вышлем вам ее в качестве подарка. Как правило, мужчины, потерявшие работу, чувствуют себя невостребованными и подавленными, потому что они по своей природе добытчики и кормильцы. Моя жена на протяжении 15 лет была домохозяйкой, но после того, как я стал безработным, она была вынуждена пойти работать. Это само по себе неплохо, но меня удручало, что я не могу обеспечить мою семью, позволить моей жене оставаться дома с детьми. Это было больно. Я понимал свою несостоятельность. Эти чувства сильно угнетали меня. Кевин Уильямс уверовал в Бога как раз за 4 месяца до того, как потерял работу. За последние 5 лет он 3 раза был безработным, что составило в общей сложности 25 месяцев перерыва. Этот срок стал испытанием его веры. Я пытался найти работу, для которой имел необходимый опыт, но безрезультатно. Я высылал запросы на вакансии, которые хотел бы получить, но не получал никакого ответа. Вы знаете, что такое смирение. Я думал, что от моего смирения вера будет укрепляться. Но в это время я повстречал несколько мудрых людей, которые посоветовали мне поближе познакомиться с Богом. И чем скорее, тем лучше. Они помогли мне перевести взгляд на Бога, а не думать только о своих проблемах. Если мы смотрим только на себя, мы никогда не получим то, что Бог приготовил для нас. Каждый день, проводя время с Богом, изучая Его Слово, я понял, что не столько обязан читать Библию, сколько нуждаюсь в ней. Она мне нужна. Я на самом деле осознал, что не могу жить без Божьего Слова. Мне захотелось сблизиться с Богом, чтобы слышать Его советы, что я должен делать, а что нет. В этот трудный период жизни Кевин научился надеяться на Бога всем сердцем. И моя вера укреплялась, когда я говорил Божье Слово вслух. Я ходил вокруг своего дома и произносил слова веры. В это время я просил у Бога веру. Это помогло мне уповать на Бога и приобрести уверенность, в которой я так нуждался, проведя два года без работы. Я говорил, я буду рад возможности работать. Это помогло мне не горевать. Я говорил, мне нужна работа, дай мне хоть что-нибудь. Кевин много времени проводил в молитве и чтении Библии. Он с верой приносил десятину, платил по счетам, пользуясь пенсионными сбережениями, по возможности подрабатывал, но финансовое положение никак не менялось. Несмотря на это тяжкое время безработицы, Бог дал нам возможность заплатить по кредиту 28 тысяч долларов, вводить детей в школу, вовремя оплачивать коммунальные услуги и всегда иметь пропитание. и тем самым Бог показал нам, что Он заботится о нас все это время. Сейчас Бог благословил Кевина, дав ему возможность начать свой бизнес. В данное время решается, как развивать бизнес, для которого Бог открыл двери. Хотя я не представляю, как Бог это сделает, но в сердце у меня мир, и я просто наблюдаю за его чудесами. Я чувствую, что он ведет меня туда, где и есть мое место. Как партнер служения Джойс Майер, вы вместе с нами строите колодцы в отдаленных деревнях Азии. Помогаете получить медицинскую помощь африканским детям больным СПИДом. И может быть это вы помогаете выжить той одинокой матери, которую вы встречаете каждый день на улице. Спасибо вам. Сотрудничая со служением Джойс Майер, вы можете помогать людям по всей земле. Журнал «Жизнь полная радости» высылается всем телезрителям, которые пишут нам, а также партнерам служения Джойс Майер. В каждом номере Джойс отвечает на вопросы телезрителей. Напишите или позвоните, и мы будем регулярно высылать вам этот журнал бесплатно. Наш телефон в Москве 727-1468 в Киеве 451-8312 почтовый адрес Джойс Майер УК Медиамир город Москва абонентский ящик 789 Россия 101-1001-100 А также Джойс Майер Медиамир Инд город Киев абонентский ящик 205 Украина 01-025 Адрес электронной почты jmsobaga mediamir.org Редактор субтитров А.Семкин